Ржавые гусеницы, обгоревшая башня, раскорёженные колёса. В марте прошлого года этот российский танк почти дошёл до Киева. Там он был подорван на мини и из-за орудия убийства превратился в груду металлолома. В годовщину нападения России на Украину активисты установили его в центре Берлина, прямо напротив российского посольства, как напоминание о том, как на самом деле выглядит эта война. Для меня этот танк означает, что режим рухнет, что он превратится в груду мусора, как и этот танк, потому что ни один военный преступник, который совершает подобные преступления против народа Украины, не должен остаться безнаказанным. Идея этой акции пришла в голову историку Виланду Гибелю и активисту Энна Ленце ещё весной прошлого года. Они оба были в Украине и своими глазами видели, что там происходит. Но установить танк в самом центре Берлина у посольства задача не из простых. Активистам пришлось даже судиться с местными властями. Власти Берлинского района Митте действительно приложили много усилий, чтобы предотвратить это. Сначала они отклонили нашу заявку, затем мы выиграли в суде, но они писали в суд одно обращение за другим, всегда с новыми причинами, почему мы этого делать не должны. Одна из них была такой — можно сначала не заметить танк, пройти перед ним и испугаться. Другая — велосипедисты могут быть настолько шокированы, что упадут с велосипеда. А ещё районные власти заявляли, что это может поставить под угрозу безопасность Германии. На открытии инсталляции было много прессы, а проходящие мимо жители Берлина и туристы с удивлением оглядывали подбитый танк, некоторые фотографировались с ним. Я считаю, что важно показать людям, что происходит и кто несёт за это ответственность, за то, что людей в Украине убивают, неважно, мирных или солдат. Нужно было раньше это сделать, потому что смотреть по телевидению — это одно, а видеть вот такое вот на улицах своего города, прятать детей, прятаться самим, убегать от всего этого, это очень сложно понять, не материализуя такие вещи. Понимаете, для кого-то это вот экспонат, да, а для наших людей это реальная жизнь, ну, это страх, это ужас. Это очень мощно, это шокирует, когда видишь это своими глазами. Мы часто видим это по телевизору, но мы всё ещё так далеки от этого. Это очень впечатляет, когда видишь это так близко и своими глазами. Подбитый российский танк простоит перед посольством Берлина все выходные, а дальше отправится в Голландию. Авторы акции планируют выставить его и в других странах.